Ко второму чтению бюджет Удмуртии преобразился. Доходная и расходная части увеличились сразу на 10,5 миллиардов рублей. Депутаты внесли две сотни поправок, большую часть из которых одобрили. Самое главное, нам удалось сохранить финансирование на основные статьи расходов, которые крайне важны для жителей. Бюджет отрасли образования в следующем году составит 22 миллиарда 93 миллиона рублей. Из них на строительство новых объектов и развитие отрасли направим 2 миллиарда 592 миллиона рублей. В год образования мы завершим строительство четырех школ. В Воткинске на 825 мест, в селе Ягул на 500 мест, в деревне Пычанки на 825 мест, а также в микрорайоне Столичный на 825 мест. В числе наиболее значительных направлений и расходов, которые получили дополнительное финансирование в бюджете, это борьба с распространением коронавируса, дорожное и капитальное строительство, обеспечение безопасности учебных заведений. Хотели бы значительно поддержать и другие направления, но пока из-за дефицита средств удается закрыть только самые необходимые для республики. Депутаты приняли решение выйти с инициативой к правительству России с просьбой о перераспределении собранных налогов. Мы сегодня дополнительно более 268 миллиардов за 11 месяцев уже заработали бюджеты всех уровней. К сожалению, хотел бы отметить, что 200 миллиардов традиционно уходит в бюджет Российской Федерации, 67 миллиардов осталось в бюджете Удмуртской Республики. Пропорция как-то получается неправильная, 75 на 25. Хотелось бы нам, конечно, чтобы в распоряжении нашей республики больше денег оставалось. Надо, конечно, проработать с законодателями на уровне Российской Федерации, министерством финансов, и в эту работу готовы, конечно, включиться. Чтобы вести активный диалог с Москвой по всем отраслям в Удмуртии усиливают правительственный блок. Сегодня утвердили четыре новых вице-премьера. Зампредом правительства по соцполитике стала Татьяна Чуракова, по финансовому блоку – Роман Ефимов, по строительству ЖКХ – Евгений Поздеев, по АПК – Ольга Абрамова. Решено, кстати, что она оставит пост министра сельского хозяйства. Также в первом чтении сегодня утвержден законопроект о реализации государственной политики в сфере культуры в Удмуртии. Его основные положения должны помочь лучше приобщить жителей региона к творчеству, культурному развитию и самообразованию. Мы отметили те задачи, которые важны для нашей республики. Это в том числе, как я уже обозначила, это и национальная культура, это и подготовка кадров, которая тоже очень важна для нас именно в самой республике. Что мы не только направляем куда-то за пределы для обучения, а что у себя мы тоже обучаем одаренных, талантливых детей, начиная со школьного возраста. То есть вот это все мы решили собрать воедино с тем, чтобы это все работало в рамках закона и в системе. А еще один законопроект касается предпринимателей Удмуртии, которые ведут свою деятельность в сфере физкультуры и спорта. Они на три года освобождены от налога на имущество. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться более ста организаций. Дмитрий Вороновнин, Василий Хохряков, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok